К нашему эфиру присоединяется оперная певица, популярный блогер и человек, который не понаслышке знакома с российским эстеблишментом Мария Максакова. Мария, рада приветствовать. Здравствуйте, Мария. Взаимно здравствуйте. Я приветствую всю нашу аудиторию. Мария, скажите, пожалуйста, ну вот честно, кто такая Собчак? Если раньше ее в период псевдовыборов в Российской Федерации, когда Путина в очередной раз переизбрали, называли проектом Путина, то сегодня и своими действиями, словами и появлением на публике она просто в очередной раз это подтверждает. Так ли это? Вы знаете, трудно сказать, в кого из своих родителей пошла Ксения, потому что бывший уже теперь мэр, тогда еще даже не кандидат на эту должность, разводился со своей первой женой. И представьте себе, на суде в качестве основного аргумента он предъявил, что та больна раком груди. И вот на этом основании он развелся с Нонной Собчак, несмотря на то, что у них была малолетняя тогда дочь, которая, кстати, выросла в успешного юриста Мария Собчак, получается, единокровная, или как там это называется, сестра Ксении, которую, кстати говоря, Мария Собчак, ну как вам сказать, не то чтобы недолюбливает, но относится к ней с не меньшим презрением, нежели мы с вами. Дальше, значит, Нарусова была в поисках такого адвоката, историю эту любил рассказывать профессор Право Толстой, что попросила у студентов ЛГУ найти самого беспринципного юриста по разводам. И вы знаете, вот мне кажется, у нас беспринципный юрист по разводам, это, в принципе, очень меткое такое определение для вот вставшего в будущем этого мэра, выдававшего себя за такого борца пламенного за демократию, при этом крупного любителя не только номенклатуры, но еще и специфических своих помощников. Потому что кроме Путина, который, как известно, маньяк просто с, ну так сказать, мирового масштаба, у него там еще был до того, вернее, параллельно недолго маньяк попроще Юрий Шутов, ну который за это, собственно, свою серийную свою деятельность в конце концов попал за решетку. Также у него был помощником Медведев, и, кстати, Медведев был единственным его настоящим учеником, все остальные врали, что учились у него и легендировали это все. Ну, в общем, не суть. Вернемся к тому, что адвокат по разводам самый беспринципный был для Людмилы Нарусовой, тогда просто Люсинды, найден, и им оказался Толий Александрович Собчак. Вот, ну, таким образом, создав, в общем-то, идеальную пару, они явили миру дочь. Ксения росла чрезвычайно капризным и избалованным ребенком. Ночи напролет она предпочитала проводить в компании сверстников, и не очень. В общем, больше всего ей это нравилось делать не в родительской квартире, а в таком ночном клубе с символичным названием в Санкт-Петербурге «Конюшенный двор». В общем, оттуда ее забирали охранники мэра Собчака и непосредственно Виктор Золотов. Уносили они ее в бессознательном состоянии, словно, так сказать, горжетку на своих плечах. Казалось бы, чем не жилось ей на этой самой мойке 31 квартира, которую, в конце концов, Путин хитросплетениями какими-то выменил, потому что до того они обитали на Серебряном бульваре или в Сиреневом бульваре, в общем, в промзоне Санкт-Петербурга. И вот там им как-то так подфартило, что поменяли им квартиру прямо в центре мойка 31. Там же в этот же период, в этой же комбинации Путин еще осчастливил подобной квартирой своего бойфренда Ралдугина. Там они все накопились. И, кроме всего прочего, там еще обитал каким-то образом сам по себе гасконский шляпник Боярский. И, в общем, Ксения врала родителям, что будто бы пошла пообщаться с их сыном, с Боярским замужем Залупиан, в общем, с их сыном Сережей, будущим мракобесом и депутатом. А на самом деле, уже спустившись в квартиру Сережи, из окна следовало все в тот же конюшенный двор. И поэтому эта история повторялась всякий раз как дежавю с горжеткой и так далее. Ну, какие-то первые отношения романтические у нее сложились, как ни странно, с одноклассником, но этого родители не одобрили, сказали, что у суженого доза должно быть приличное приданное. Ну и, в конце концов, как-то вот эта статусная приданная появилась на горизонте, когда на этом же самом горизонте расправил крылья совладелец эко-холдинга «Феникс» Вячеслав Лейман. В общем-то, казалось бы, мечты сбылись. Он галантно ухаживал за Ксенией, и они перебирались постепенно в Москву, где тот купил Ксении роскошную квартиру. Почему-то ни саму Собчак, ни ее маму не смущало, откуда у него такие грандиозные средства. В общем-то, понятно, что работал он в тесном сотрудничестве с питерским портом, с всякими там дизельными дозаправками занимался, а к тому времени порт уже был прочно захвачен бандитами Тамбовской группировки, Кумариным, Трабором и Геннадием Петровым. Поэтому без, в общем-то, их покровительства сомнительно, что такую доминантную роль компания Лейбмана могла бы играть в Санкт-Петербургском порту. Ну, в общем, в какой-то момент уже казалось, что дело идет к браку, но вот в процессе социализации в Москве Ксюша доверила эту деятельность своей тогда подруге Анастасии Волочковой. Но вот так вышло, что Волочкова как-то проворнее социализировала самого Лейбмана, нежели Собчака. Произошла эта социализация в Санкт-Петербурге, значит, на площади искусств. И там у нее квартира, кстати сказать, недалеко от театра имени Мусоргского, именуемого в народе Мусоргой ныне, Михайловский. Вот эта квартира у Волочковой оформлена в стиле Барби, так как нашумел этот фильм. Мне кажется, имеет смысл эту деталь указать. Дело в том, что этих кадров из этой квартиры полным-полно в интернете, по той причине, что балерина не рассчиталась с дизайнерским агентством, которое ей там этот весь ремонт делало. И поэтому кадров больше даже, чем, казалось бы, ну, обычно вот в жилье, а в таком случае. Ну, в общем, как бы то ни было, в этом домике для Барби социализировался Лейбман. И это, конечно, не слишком понравилось. Собчак, вот, и она, конечно, затаила страшную обиду, вот, и пообещала отомстить за поруганные планы. Ну, не знаю, возможно, Ксения, ой, господи, как ее, Анастезия Наволочкова, возможно, думала, что Лейбман спасет ее от суда, потому что как раз дизайнерская компания в этот момент подала на нее в суд. Ну, как-то вот эта дрязга была, как-то вот она была, значит, заглушена. Предполагаю, что, может быть, и не без участия этого бизнесмена из питерского порта. Вот, ну, утешение с Валью Ксения тоже искала, как могла. Нашла, в конце концов, его в объятиях такого психоделирического олигарха, Умара Джабраилова. Там они, отправляясь в разнообразные трипы, значит, вслед за белыми дорожками, закрепляли достигнутые уровни алкоголем. Поэтому я, конечно, сомневаюсь, что этот роман был чем-то иным, как просто их показухой на публику. Потому что, знаете, был такой знаменитый какой-то момент, ну, произведение писателя Агеева в начале XX века под названием «Роман с кокаином». Вот, мне кажется, их это общее к музыке страсть скорее объединяло, нежели страсть друг к другу. В общем, благоразумно выйдя из этих отношений, так как периодически в, значит, каких-то маниях Умар мог расстрелять потолок гостиницы «Рэдисон Фор Сизонс». Ой, извините, да, гостиницы «Фор Сизонс», тут я путаю. И потом, когда за ним приходили, значит, специально обученные люди, кричал, что он не сдастся без боя. В общем, благоразумно Ксения решила, что достаточно этих трипов. И дальше вот у нее, в принципе, наметился самый, наверное, такой для нее яркий план. И мне кажется, это была травма такая, полученная ею надолго, основательно. Потому что она вроде как нашла себе очередную жертву в лице американского бизнесмена из семьи эмигрировавших советских евреев, профессорского сына Александра Шустеровича. И дело в том, что, ну, все, казалось бы, в этой истории ее устраивало куда лучше. Он ко времени знакомства с Собчак уже имел, ну, знакомство и был дружен с мэром Юрием Лужковым, имел значительные бюджетные заказы от правительства российской столицы. Потом он был, так сказать, ну, издавал разнообразные, интересные, наверное, для Ксении исключительно интересные издания. Но, как ни крути, они по-серьезному стали готовиться к этому. Он, кстати сказать, этот Шустерович еще, кроме всего прочего, стал директором международной продюсерской компании IMG Artist. И, в общем, дело шло настолько уверенно к свадьбе, что она была назначена нигде-нибудь, а в царском селе, в Екатерининском дворце. Юдашкин сшил по такому случаю для нее платье с оголенной спиной, из-за чего Ксения была вынуждена вывести со спины огромную бородавку. Для новобрачных заказали на Ломоносовском фарфорном заводе серый с буквами А и К. Сотни гостей со всего мира уже съехали из Петербурга. Однако непосредственно в день свадьбы все расстроилось. В общем, много было версий. Да, там было много романтических историй или псевдромантических историй. В любом случае, это все как-то постепенно переливалось в политическую историю. Ну, подождите, на этой истории мы должны сконцентрироваться по той причине, что она распалась настолько скандально, что едва это смогла пережить мама Ксении Анатольевны. А все дело в том, что полиамурные, векторные, разнообразные связи направления Ксении Анатольевны пришлись не по вкусу как ее избраннику, так и его семье. Поэтому непосредственно в день свадьбы они решили расторгнуть это все мероприятие. Ну, это, я вам скажу, такая пощечина очень серьезная. Это, знаете, как в том анекдоте. Невеста хороша, все пробуют, даже хвалят, но замуж не берут. Вот. Ну, ладно, хорошо. Давайте поговорим о том, как она была внедрена Кремлем в оппозицию уже в 2011 году, когда она вычленила из нее Илью Яшина и занималась, мне кажется, чем-то сродни какого-то политического шпионажа при нем. Потому что в дальнейшем, когда судьба Яшина сложилась очень тяжело, никто ее не видел ни у здания суда, ни с пикетами, не требовала она справедливости. Напротив, она молчала все это время. Так что, в общем-то, финализировался этот мезальянс громкими убысками в квартире у Ксении, где у нее по разным конвертам и сумкам обнаружили 2 миллиона евро. Но, однако, потом в дальнейшем почему-то все ей вернули, все эти изъятые богатства. И вскоре уже выяснилось, что Ксения то ли параллельно, то ли заново сожительствует с министром культуры Собянинской мэрии Сергеем Капковым. И получает, соответственно, наверное, рекомендации не только, а может и конверты для восхваления Собянина. И тогда началась эта программа, вот ее все высказывания о том, как похорошела Москва при Сергее Семеновиче. Но, вероятно, она там находила для себя личный интерес, зачем этим всем заниматься. Ну и, как ни крути, тут параллельно она выходит замуж на радость своей маме. Выходит она замуж за сына Эммануила Виторгана Максима, актера. И при этом у нее рождается сын, который, по слухам и злым языкам, ну, страшно, как похож на Сергея Капкова. Ныне он правая рука Абрамовича. Ну, собственно, он ею был и даже когда занимал пост министра культуры. Ну, в общем, не знаю тут, так сказать, как так могло получиться. Может, она просто, ну, будучи троянской лошадью, знаете, есть разные околонаучные теории телегонии. Может быть, в ее случае как-то так специфически это сработало. Может, опять-таки, вот эта многовекторность или полиоморность в брачный период. Но, что бы ни было, в ее наборе появляется новый, так сказать, кандидат, новая жертва. Это Константин Богомолов, редкостный лизаблюд, карьерист и любитель, кстати, Путина. Венчались они, значит, отправившись на обряд в свадебном катафалке. Это, мне кажется, достаточно так символично. Вот, и, соответственно, сейчас я вам так скажу, что раз вы уж упомянули в вашем сюжете Тину Канделаки, мне кажется, Ксении Собчак самое время сочетаться уже, в конце концов, третьим браком с вот этой знаменитой наездницей машин Феррари в компании Сулеймана Керимова, где она получила не только ожоги, находясь в странном садьбенном положении, но и с того момента в ее душе поселилась черная свинка. Вот, ну, хотя в России, конечно, запрещены однополые браки, но тут, мне кажется, обе Мизулины рукоплескали бы этому всему и благословили бы этот союз. Марина, прошу прощения, хочу попросить вас подытожить разговор о Собчак, потому что у нас буквально минутка остается в контексте того, какую роль она выполняет для Кремля, для Путина, для пропаганды. Как же? Она сейчас... Ну, мне сложно это все скомпоновать в короткий ответ, потому что дело в том, что Канделаки, ее заклятая подруга, с которой она звонко целовалась и которую знает на вкус, оказалась ее и конкуренткой на всех вот этих уровнях, как Собянинских, так и других. И, в конце концов, когда Канделаки добралась до Старины Чебизова и теперь в его интересах занимается пиаром всем остальным, то тут у них совсем схлестнулись шпаги. И, в конце концов, это стоило Собчак унизительного отъезда. Потом, хорошо подготовившись к этому, Канделаки выдала ее, предположительно, израильский паспорт. В общем, она извинялась перед Чебизовым, как могла, ползала, буквально говорят, на коленях. Ну и, в конце концов, стала настолько лояльна, что теперь берет интервью у всех, кому надо Кремлю. В частности, у Тихона, митрополита, взяла позорнейшее интервью, причем вырядившись почти в монахиню или в какую-то там, не знаю, там, какую-нибудь там женщину периодов нацистской Германии. В общем, сейчас она просто откровенно занимается этой пропагандой. А начиная с 2011 года она была внедренкой. Это была троянская лошадь внутри оппозиции. Можно послушать интервью Чучваркина. Он блестяще это рассказывает, будучи сам свидетелем всего этого. Поразительно то, что и Канделаки параллельно в эту же самую оппозицию внедряли таким вот образом. Причем она развела на этом банкира Мурковского. Хотим вас поблагодарить. Время, к сожалению, заканчивается. Спасибо большое за эти инсайды. Зрителям хотим сказать, что если хотите знать инсайдов еще больше, есть смысл подписаться на YouTube-канал Марии Максаковой. Там много интересного. Мария Максакова с нами была. Оперная певица, популярный блогер. Спасибо большое. Спасибо. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.